Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас мы немножко разбавим тематику лекции представлением доклада из раздела «На стыке специальностей онкологии и ядерной медицины». Название уже было представлено, актуальность тоже все здесь знают. Рак предстоятельной железы – это самое распространенное злокачественное заболевание среди мужчин с высшим образованием по статистике. И до 80% больных посмертно при вскрытии обнаруживается, что у них есть метастазы в кости. Части из них, конечно, не диагностированы, но тем не менее количество таких больных очень велико. Однако, что же такое метастазы в кости? На различных методах визуализации мы видим такие достаточно серьезные разрушения или какие-то образования. Но если мы заглянем внутрь кости под микроскопом на гистологическую картину, мы увидим, что чаще всего здесь нет огромного массива опухолевых клеток. Чаще всего структура метастаза представлена хаотично формирующейся костной тканью. При этом количество опухолевых клеток в этом метастазе может быть относительно невелико. Именно поэтому такую важную роль именно в костном метастазировании влияет микроокружение. Наверное, это одни из самых интересных локализаций метастатического процесса. Это кость именно по влиянию микроокружения. Здесь мы видим целый каскад различных патологических процессов. Масса клеток нормальных, задействованных в процессе формирования кости, разрушения кости, в процессе формирования костных метастазов. И все те агенты, которые влияют на вот эти клетки, на остеокласт, остеобласт, воспалительный каскад, все эти агенты, соответственно, влияют на динамику процесса у таких пациентов. Здесь проведена статистика. Мы все знаем, что скелетно-ассоциированные осложнения у больных раком молочной железы это очень важная тема. Это обстоятельства, которые могут влиять на выживаемость пациентов. Однако про раки предстоятельной железы также не надо забывать, что скелетно-ассоциированные осложнения есть, и они могут ухудшать прогноз. Пациентов ухудшать выживаемость. Немножко по выявлению метастазов кости. До тех пор, пока не было направлено именно на костетерапию, можно было ограничиться динамикой ПСА и еще какими-то вещами. Но когда мы говорим о системной лучевой терапии без методов визуализации, нам никак не обойтись. И здесь в качестве обследования, ну, ведущую роль до сих пор отдается остеосцентография, так как это рутинный скрининговый метод. И этот метод должен назначаться всем больным с болевым синдромом, имеющим диагноз рак предстоятельной железы, даже при низком уровне ПСА. Здесь также представлен, например, натрифтор ПЭД. Значительно большая точность, специфичность и гораздо больше костных метастазов выявляется. Ну, а здесь представлено ПЭД-КТ с галлией ПСА. Для Санкт-Петербурга это особенно актуальная тема, так как, наверное, на сегодняшний день здесь, вот именно этот город можно называть столицей ПЭД-диагностики, во всяком случае в области предстоятельной железы. Именно сюда мы направляем пациентов. Здесь целых два центра, которые делают такую диагностику. Она нам также нужна для того, чтобы выявить особые метастазы в кости, которые могут требовать дополнительного лечения, либо могут говорить о противопоказаниях. Итак, существует множество методов лечения в данной ситуации. Радионуклидная терапия или системная лучевая терапия – это один из них. Классические – это бета-эмиттеры, хлорид стронца, либо сама реакса бифор при болезненных костных метастазах. Ну, теперь новое слово, новое эроразвитие – это таргетный альфа-эмиттер радио-223-й хлорид, средство выбора при кастрационно-резистентном раке предстоятельной железы. Здесь мы опять же смотрим под микроскоп и видим, где конкретно фиксируется препарат хлорид радио-223. Вот она, патологически формирующаяся костная балка. Сюда приходит препарат. Здесь он отдает свою энергию. Это альфа-частицы, которые вызывают гибель клеток, находящихся непосредственно рядом с патологически формирующимися костными балками. Это те самые клетки патологического каскада. Также альфа-частицы вызывают мощную ионизацию, запускают процесс перекисного окисления липидов. И радиус действия вот этих процессов значительно шире. Здесь уже попадают и опухолевые клетки в радиус действия препарата. Ну и вот, собственно говоря, мишени терапии. Это весь патологический каскад ремоделирования и непосредственно опухолевые клетки. Общая выживаемость в исследовании алсимка. Эти, наверное, данные видели все. Это первый препарат для радионуклинотерапии с доказанной эффективностью в плане улечения общей выживаемости. Также было показано, что применение дихлориды радиус снижает время до появления скелетно-ассоциированных осложнений. Здесь при анализе подгрупп видно, что практически в каждой подгруппе, независимо от функционального статуса, от шкалы глисон, от уровня щелочной фосфатазы и ПСА на момент начала лечения, практически все пациенты имеют преимущество при назначении дихлориды радиус 223-го. Вот одна единственная группа – это с олигометастатической болезнью. Вот здесь есть вопросы. Но, наверное, при прочих равных условиях здесь можно начать с каких-то других методов терапии, оставив дихлорид радиус 223, когда он более актуален при действительно множественном поражении скелета. Но и все эти исследования не стали основанием для того, чтобы радиус 223-го был включен во все рекомендации по лечению кастрационно-реферактерного рака предстоятельной железы. Он может применяться как в первой линии терапии при диагностировании ситуации кастрационной резистентности, так и на второй линии после гормонотерапии второй линии, либо после химиотерапии. Но здесь стоит сказать о лимитирующих факторах. Я уже упоминала здесь ПЭТ-КТ, и вот для чего может быть ценно это исследование. Мы можем видеть те очаги, на которые дихлорид радиус 223-го совершенно точно не поможет. Вот здесь мы видим поражение легких с метастатическим поливритом, и видим такой необычный метастаз. Это метастаз в кости, однако произошел выход опухоли за пределы кортикального слоя в мягкие ткани. И вот на этот конкретно метастатический очаг никакая радионуклидная терапия остеотропными препаратами не будет оказывать эффекта. Возможно, при сочетании с дистанционной лучевой терапией можно увеличить эффект. Ну и такой вот лимитирующий фактор, как прогрессирующее снижение показателей крови. То есть, к сожалению, часть пациентов ограничена в применении системной лучевой терапии. Мы не можем назначать вот таким пациентам, у которых прогрессивно снижается количество тромбоцитов. Это график пациента, который не получал никакого лечения. Что касается осложнений. По поводу радионуклидной терапии множество мифов. И один из этих мифов, что это терапия, которая связана с огромным количеством осложнений. Просто масса осложнений. И после применения системной лучевой терапии пациенты не смогут уже получать никакую другую терапию, кроме симпатоматической. Однако в исследовании Алсимка было показано, что количество нежелательных явлений, а это любые осложнения, выше в группе плацебо. То есть в той группе, которая не получала деклорит радио-223. То есть в данном случае бездействие влечет за собой больше побочных эффектов, нежели активная терапия с использованием деклорида радио-223. Что касается негематологических явлений. Наиболее часто и то, что действительно связано с введением препарата, это тошнота, диарея и рвота. Это, как правило, нежелательные явления, которые могут легко, с ними можно легко справиться. Они, как правило, проходят самостоятельно в течение одного-двух дней и возникают в связи с тем, что радио выводится в тонком кишечнике и вызывает раздражение пищеварительной системы. Вот что касается таких страшных гематологических побочных явлений. Это то, в чем онкологи обвиняют радиологов и специалистов по радионклинотерапии, что якобы вследствие терапии ухудшаются показатели крови значительно катастрофически, фатально у пациентов, которые когда-либо получали этот введлечение. Вот здесь в этом исследовании наглядно показано, что 30% пациентов в процессе терапии либо препаратом исследуемым, либо плацебо имели анемию. То есть этот побочный эффект является эффектом развития болезни, является естественным признаком, который прогрессирует, к сожалению, анемия у пациентов с течением времени. Оно не зависит от того, применялись какие-то методы терапии или нет. Тромбоциты пене, вот это как раз тот побочный эффект, который 100% связан с радионуклинотерапией. Он проявляется при применении как бета-эмиттеров, так и альфа-эмиттеров. Однако, как правило, эти явления, обратимые, не слишком выраженные. С ними достаточно легко справляться, особенно если мы берем именно дихлорид радио-223, если мы выполняем все инструкции и не берем слишком тяжелых пациентов. Нейтропения также распространена. Она чаще встречается у тех пациентов, которые получали химиотерапию децитокселом в анамнезе. Итак, переходим, собственно, к химиотерапии. В исследовании Алсимбка было примерно равное количество пациентов, которые получали химиотерапию децитокселом в анамнезе, и которые не получали химиотерапию. И в той, и в другой группе показано положительное влияние на выживаемость. Однако, разница немножко выше, именно разница в выживаемости между плацебо и дихлоридом радио-223, она немножко больше в группе больных, которые не получали химиотерапию в анамнезе. Что касается побочных явлений, как уже отмечалось, чаще наблюдались гематологические нежелательные явления, третья-четвертая степени тяжести у тех пациентов, которые уже были предлечены путем химиотерапии. Сложно сказать, с чем это связано, с истощением костного мозга, либо просто с прогрессированием заболевания истощаются резервы организма. Также существует распространенное мнение, что после радионуклидной терапии, в том числе также и говорят про дихлорид радио-223, что якобы невозможно проводить химиотерапию. Однако это не так. Здесь показаны исследования тех пациентов, которые участвовали в исследовании алсимпка и затем после этого получили химиотерапию децитоксел. Вот мы видим, что и пациенты из группы плацебо, и пациенты из группы радио-223, они одинаковые, имели примерно эффект гематологический. И здесь также не увидели исследователей никакого катастрофического уменьшения резервы кроветворения. Вот что касается результатов исследования ЕРА. Это такое вот наше ахиллесово-пита. Многие экстраполировали результаты этой исследования на все возможные комбинации дихлорид радио с другими препаратами. Что здесь хотелось бы отметить? Первое – это то, что на всех этапах лечения необходимо поддерживать кастрационный уровень тестостерона. Как правило, это так и есть, но крайне редко в единичных случаях почему-то отменяют андрогенную блокаду полностью. Единственный вывод, который достоверный, абсолютно точно, это то, что одновременно назначение абертерона ацетата и дихлорида радио-223 у больных с бессимптомным или малосимптомным заболеванием. Это не показано. Это не показано, потому что не увеличивает общую выживаемость, но увеличивает риск развития патологических переломов и остеонекрозы нижней челюсти. С чем связано данное увеличение, пока не ясно. Возможно, это связано с абертероном ацетатом, возможно, это связано с неблагоприятной комбинацией с преднизолоном. Это предмет дальнейших исследований, но пока на сегодняшний день мы не рекомендуем сочетать дихлорида радио-223 с абертероном. Что касается одновременного назначения дихлорида радио и других, энзоутамида, то здесь исследования пока не закончены, однозначных данных по этому поводу нет, однако мы все еще тоже так же не рекомендуем эту комбинацию. Есть вопрос, который подлежит обсуждению, наверное, если дихлорид радио-223 назначен и применяется, но через какое-то время, после третьего-четвертого цикла, увидели, что пациент все же прогрессирует, можем ли мы назначить гормонотерапию второй линии, здесь, наверное, предпочтительный энзоутамид, можем ли мы назначить энзоутамид без отмены дихлорида радио-223? Вот это вопрос для размышления, но пока никакие исследования не дают на этот вопрос ответа. В любом случае, и это уже информация из международных источников, рекомендовано сочетать лечение больных кастрационно-реситетным раком предстательной железы с назначением бисфосфонатов либо надодонсумаба. При анализе данных всех клинических исследований показано, что в этих группах достоверно снижается риск ассоциированных с клетом осложнений, хотя в исследовании ЕРА не обязательно было назначение бисфосфонатов, и там достаточно большое количество пациентов, которые не получали остеомодифицирующую терапию. Возможно, что с этим связаны такие неоднозначные результаты исследования. Ну вот с чем однозначно можно сочетать это с лучевой терапией. Наш опыт очень позитивный, никаких суммарных побочных эффектов не было. Здесь представлен наш клинический опыт. Это наилучший клинический ответ на терапию радио-223. Не типичный, но лучший. Вот такое практически тотальное поражение скелета. Динамика ПСА, как вы видите, и щелочной фосфатазы. Очень хороший, великолепный ответ. Полная метаболическая ремиссия, которая длилась несколько лет. Одновременно произошла нормализация функций костного мозга. Из такой пограничной группы кровотворения восстановилась. То есть не то, что нежелательных явлений не было. Наоборот, произошло восстановление. Но здесь единственное, что осталось сказать, это как оценить динамику костных метастазов. Мы рекомендуем, но это даже не наша схема, тоже международная, это по Луису Косте. Оценивать три параметра. Это симптомы, боль, маркеры, щелочная фосфатаза, ПСА и радиологические методы, методы визуализации разнообразные. Только если два угла склоняют нас либо к прогрессированию, либо к положительной динамике, мы можем выставлять то или иное. То есть только лишь усиление боли, это не говорит о том, что прогрессирование, только лишь рост ПСА, это не говорит о том, что терапию надо отменять. Ну и позвольте завершить. Спасибо за внимание. Продолжение следует...